Мы вас приветствуем в рамках проекта «Татар Хане». Сегодняшняя лекция посвящена татарскому костюму, его истории и традициям. Докладывает эту лекцию Валеева Сулейманова Гузель Фуадовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории имени Маджани. Когда мы говорим о костюме, хочется обратить внимание на истоки костюма, на корни татарского костюма и посмотреть, что является в нем традиционным, что появилось в древние времена, а что было привнесено в последующие столетия, особенно с изменениями конца XIX – начала XX веков. И какие элементы мы пронесли через века до настоящего времени. Когда мы говорим об истоках и корнях татарского костюма, естественно, разговор у нас заходит об общем таком древне-тюркском костюме, материалы о котором достаточно богаты, несмотря на то, что костюм не изучался специально, тем не менее, и по археологическим материалам, и по некоторым этнографическим материалам мы можем воссоздать комплекс древне-тюркского костюма. И надо сказать, что татарский костюм как раз и основан, и опирается на комплекс именно древне-тюркского костюма. Что от древне-тюркского костюма мы имеем в костюме татарском? Ну, во-первых, основные компоненты, основные элементы этого костюма — это рубаха кульмек и штаны штан. Причем, значит, штаны заправляются в кожаные сапоги. Рубаха носится с камзолом. Камзол — это короткая куртка безрукавка, которая еще зафиксирована в древних настенных росписях, где мы видим элементы тюркского костюма. Поэтому татарский костюм, состоящий из этих трех компонентов — штаны, рубаха и камзол — сохраняется в системном виде до настоящего времени. Что еще общего с древне-тюркским костюмом — это то, что и мужской, и женский костюм состоят из одинаковых элементов. В женском костюме постепенно эта рубаха удлинялась и из короткой рубахи превратилась в длинное платье. Это было связано с разными изменениями в жизни народа. Если учитывать то, что в древне-тюркский период татары и женщины, и мужчины были наездниками, то, естественно, эта короткая рубаха и камзол были связаны с костюмом, приспособленные для этого. То уже с принятием ислама в женском платье удлиненная рубаха, которая носилась с шароварами. Как мы знаем, шаровары сохранялись в костюме женском почти до середины XX века. То тоже здесь изменения в костюме были связаны и с идеологическими, и с практическими особенностями. Комплекс костюмок, кроме вот этих древнейших элементов, составляет также главные уборы, обувь, аксессуары и элементы украшений. Главные уборы в татарском костюме также развивались и со временем вот дошли до нас до конца XIX века в том виде в комплексе национального костюма, который мы сейчас имеем. Я имею в виду женский калфак и мужскую тюбетейку. Но надо сказать, что вот до XVIII века, до середины XVIII века бытовали немного другие главные уборы. Ну это, во-первых, такой высокий главный убор, который вы, наверное, видели на картине портрета царицы Сюмбеки. Это высокий головной убор на твердой жесткой основе. Такая мы его называем. Потом со временем вот этот такая трансформировался в женский калфак. Как произошла трансформация высокого головного убора вот в такой мягкий женский калфак? Ну это тоже связано с историческими такими изменениями в жизни татарского общества. Вот этот высокий головной убор, он был характерен для костюма татарской элиты, так скажем, мурс, людей социального статуса высокого. Но когда Казань была завоевана, то вот этот калфак из социального, из элемента социального престижа, вернее, вот это так и я, она превратилась в такой массовый головной убор. То есть вот эта жесткая основа была убрана, и калфак стал мягким, он спускался до плеча. Вот и получил распространение тоже сначала в костюме зажиточных слоев населения, а потом уже постепенно вот до конца 19 века он стал таким массовым головным убором. При этом длина калфака менялась. Если в середине 18 века это был длинный калфак, спускавшийся до плеча, то постепенно он все укорачивался, укорачивался. И в начале 20 века мы уже видим такой небольшой головной убор, который прикалывался к волосам, и женщины носили его, выходя на улицу, покрывая голову шалью. Мужские головные уборы тоже тюбетейка, или каля-пуш, мы говорим. Она, видимо, тоже прошла определенную трансформацию, потому что в более ранних источниках, касающихся костюма татар 16-17 века, мы не встречаем этот головной убор, мы тоже видим мужскую такню, шапку, отороченную мехом. Но в период после завоевания Казани, например, в костюме русского боярства и русского царского двора, мы уже имеем такие записи о тафье, тафья или это слово такья, которое описывается в форме тюбетейки. То есть, несмотря на фиксированные источники, мы можем говорить о том, что по описаниям мужская тюбетейка тоже имеет древние корни, истоки, идущие еще со средневековой эпохи. Среди других женских головных уборов, их много и мужских, и женских головных уборов, особенно если зимние головные уборы. Я сейчас акцентирую внимание на костюме, который мы называем национальным костюмом. Позднее я объясню разницу между национальным, общенациональным, традиционным, народным костюмом. Здесь вот есть некоторые такие методологического характера различия, которые должны всегда учитываться, чтобы не вносить путаницу в образ и формы татарского национального костюма. Обувь. Обувь, значит, также у нас с древности, еще с древнетюркских времен, характерным элементом были ичиги или ичитык. Читык — это чаще на твердой подошве, ичиги — это сапоги на мягкой подошве, кожаные сапоги, которые и фиксируются в источниках еще раннего средневековья. Мы знаем об этом, об популярности ичигов у болгарского населения. Ну и в эпоху Казанского ханства сохранились при раскопках Казанского Кремля. были найдены образцы женских ичигов и мужских ичигов, что также свидетельствует о традиционности и древности вот этих, древности этой обуви и вот использование его и в мужском и женском костюме. Дело в том, что вот я уже говорила о твердых истоках, о том, что вот эти функции костюма связаны с наездничеством, и ичиги, они вот эти мягкие ичиги, они как раз и связаны с тем, что именно с культурой наездничества и вот эта твердая подошва, она как бы появляется уже позднее, была связана с выходом в ичигах на улицу, хотя вот и ичиги первоначально они всегда при выходе на улицу одевались в так называемой кавэши, это специальная, значит, такая обувь кожаная тоже, которая позволяла сохранять вот эту подошву, нижнюю подошву у ичигов. Ну даже вот если мы возьмем пазырганские курганы, это вообще несколько тысячелетий лет до нашей эры, то мы там тоже находим ичиги кожаные, очень похожие, кстати, и по орнаменту, и по декору на ичиги казанских татар. Почему казанских татар? Потому что ичиги в основном получили развитие, как и самокожная мозаика украшающих именно в культуре татар казани и заказания. Отсюда ее истоки уже распространения и заказания постепенно доходят до всех территорий проживания татарского населения. Вот когда я говорила про обувь и головные уборы, то здесь вот я уже хочу сейчас перейти к понятиям традиционного, народного, национального и общенационального костюма. Почему, когда я говорила о головных уборах, колфаках и обуви и ичигах, я их включила как элементы именно общенационального или общенационального костюма? Дело в том, что татары имеют разные этнографические, этнические группы, и в развитии их культуры проявляются и региональные, и локальные элементы. Это относится и к костюму. То есть, когда мы говорим про костюм разных этнографических групп татар, то естественно, в них есть различия. И потом они получают как бы свое развитие вот в локальных, на локальных территориях. В каждой деревне могут быть свои особенности в костюме, и у разных этнографических групп они тоже сохраняются. Но так получилось, что с середины 18 века, когда татары стали проживать в старо-татарской слободе города Казани, то именно здесь формируется вот эта национальная культура татар, которая охватывает своим влиянием все сельские группы, этнические группы татар. Поэтому вот когда мы говорим о татарском общенациональном костюме, который появляется в конце 19- начале 20-х веков, то мы имеем в именно те формы национального классического костюма, которые легли в основу вот этого общенационального костюма. А когда мы говорим о национальном классическом костюме татар, то мы имеем в виду городской костюм казанских татар середины 18-го и середины 19-го веков. То есть именно на этой основе и возникает национальный или общенациональный татарский костюм. Это также примерно как и с нашим татарским языком национальным. У нас есть национальный язык, в основу которого лег литературный язык казанских татар, а диалекты продолжают существовать. Так же и в костюме. Вот эти фольклорные отличия или отличия, связанные с разными локальными группами, они также продолжают существовать в костюме татарском, но у нас еще есть общий такой национальный костюм, у которого есть свои уже определившиеся формы. Свои определившиеся формы. Так вот, когда мы начинаем говорить про этот национальный костюм, то естественно, мы имеем вот что в виду. Это, во-первых, древнетюркские истоки вот этой одежды, о которой я говорила, они могут варьироваться по цвету, по тканям, по декору, но вот эта основа, она сохраняется. И плюс, значит, головные уборы. Ну, головные уборы, как я уже сказала, калфак, но тем не менее, вот к национальным головным уборам мы также можем отнести и такую, которая была в форме мужской тюбетейки, в частности, в женском костюме. И она долгие годы, в начале 20 века, она сохранялась, например, в костюме татар-мешарей, татар-приуралья. И поэтому вот сейчас я считаю, что мы можем и калфак, и вот эту такьё относить к элементам национального костюма татарского, общенационального. Значит, обувь тоже вот, и чаги, это тоже элементы общенационального костюма татарского. Естественно, вот камзол, да, и некоторые формы зимней или одежды, которые использовались на выход, на выход. Это и жилян, это и казакин, значит, это и шубы различные, формы шубы различного меха, то есть те элементы одежды, которые сохранялись до начала 20 века в татарском и общенациональном, и локальном костюме. Вот верхняя одежда, кстати, она более унифицирована, в отличие вот от одежды, которая одевалась по праздникам, да, и здесь у нас нет каких-то противоречий при отнесении вот этих элементов одежды к национальному костюму. В украшениях костюму также выработались определенные формы, которые являются национальными формами. Хотя вот я могу сказать, что начиная с булгарского периода и в период Золотой Орды и Казанского ханства эти украшения, они имели место быть. Это известно и по археологическим раскопкам, и по музейным коллекциям. Просто разница заключалась в том, что эти украшения могли иметь некоторые вариации в сельском костюме, в городском костюме, а также отличаются по социальному статусу. То есть и зависели они не по элементам декора и технологии их производства, а именно по форме. По форме многие украшения, они идентичные. Но давайте вот обратимся к украшениям костюма, который непосредственно является частью этого национального костюма. Это, во-первых, хассете, который является именно составной частью костюма, потому что он носился на платье, часто под камзол. В некоторых изображениях мы видим, что его одевают и на камзол, но вот первоначально все-таки предполагается, что он одевался под камзол хассете, который является составной частью татарского женского костюма. Мы его элементы встречаем еще при раскопках булгарских городов и селений. Есть элементы хассете в виде цепочки. То есть, если раньше это украшение было в виде цепочки, затем оно получило тканевую основу. Но форма хассете присутствует у всех групп татар. Даже она встречается и у чувашей хассете и у татар-кряшин. Хотя надо отметить, что эволюция хассете привела к тому, что это стало украшением, которое носилось преимущественно из-за того, что оно имело специальный кармашек под мышкой или каранницу, куда клали молитвы и носили его только ради вот этой каранницы. Вот всю эту декорированную часть хассете с монетами, с бляхами и так далее. Основную роль в нем, функциональную роль играла именно вот эта каранница или, как мы говорим, БТИ, которая была в этой караннице. Другим составным элементом одежды женской является изюм, который также непосредственно связан с платьем. И вот очень интересно, что изюм мы также еще встречаем в пазырыкских курганах меховые изюм. То есть это элемент одежды, который характерен и развивался еще с древнетюркских времен. Изюм в татарском костюме 18-19 веков, оно в основном имело функцию закрытия разреза женского платья. Закрывали этот разрез, хотя именно для мусульманской культуры было характерно это закрытие, хотя надо сказать, что и в языческой культуре оставлять открытыми части тела также воспрещалось. Поэтому вот эта традиция закрытия или даже декорирования подолов платьев, значит, концов рукавов платьев и разрезов на платьях, она также имеет древнейшие истоки. Поэтому вот изюм является наиболее древним элементом в татарском костюме. Но изюм не у всех групп татар встречалась, хотя, в принципе, были модификации вот этого изюм, это тушлек, дарвэт, они имели такие названия, которые различались по их длине. Часть доходила до середины груди, некоторые почти до талии доходили. Но вот эта сама форма по себе, она по-разному декорировалась у разных этнических групп татар, и в сельской, и в городской культуре. Если у казанских татар в национальном классическом костюме изюм было с позументами, с золотым шитьем, значит, с ювелирными бляхами, с монетами, то в сельской культуре в основном изюм было усеяно монетами. И такое же изюм мы встречаем и у чувашей, и у башкир, кстати, встречаем, то есть у тюркских тюркоязычных народов, что свидетельствует об общности истоков вот этого элемента женской одежды. Другим же составным элементом женской одежды, но мы считаем, что он более позднего происхождения, является яхачилберэ, то есть оно тоже непосредственно связано с женским костюмом, это воротниковая подвеска, и она пришивалась на ворот женского платья, и тоже имела такую функцию закрытия вот этой части горла и части груди. Ну, это великолепное украшение, которое является, я считаю, шедевром мирового искусства, поскольку оно выполнялось в филигране и в горчатой, и в ажурной филигране, и оно, конечно, встречается только у казанских татар, и поэтому входит в элемент нашего общенационального костюма, поскольку, как я уже говорила, костюм казанских татар лег в основу татарского общенационального костюма. Да, вот женское платье, конечно, ну это и понятно, оно декорировалось гораздо более богато, чем мужской костюм. Мужской костюм, в отличие от женского костюма, был всегда строгим, вот, и элементами декоративного убранства обычно отличались в костюме, это то, что раньше, ну в древности еще, в тюркскую эпоху мужчины носили серьги, одну серьгу в ухе, это тоже зафиксировано письменными источниками, позднее это пояса, пояса, пояса они и в женском костюме использовались, но в мужском костюме они используются гораздо чаще. В женском общенациональном костюме пояс обычно одевался под камзол на платье, редко на камзол, хотя в средневековый период пояса встречаются и на женских камзолах, вот, тем не менее, вот такая трансформация произошла в мужском костюме, пояса обычно одевались по праздникам, в каких-то праздничные такие мероприятия, особенно, вот, мы знаем, егэд бильбао, то есть на свадьбу всегда одевался специальный пояс поверх мужской рубахи. И вот мужские рубахи очень редко, конечно, оформлялись вышивкой, в основном это было характерно для сельской культуры, но постепенно, вот, вот эта вышивка, она имела место и в национальном костюме, но постепенно, вот, к концу 19-го, начала 20-го веков, эта вышивка была вытеснена и в основном сохранялась тоже на таких праздничных костюмах, то есть одевалась во время каких-то традиционных таких обрядовых действий. Могла быть, вот, на рубахах во время сабантуя одевалась, в мужских рубахах использовалась. Другим элементом, украшавшим мужской костюм, могли быть, ну, уже это позднее время, уже в период начала 20-го века, это часы могли быть, вот, которые одевались в кармашек, носились в кармашке камзола или казакина, вот. Вот, ну, еще такой важный элемент убранства мужского костюма, это онучи, так называемые, или, значит, одевавшиеся на сапоги, внутри сапогов, аякчилгау называются по-татарски, и очень часто вот эти аякчилгау, они выпускались поверх сапогов и были украшены богатой вышивкой. Обычно девушки, готовясь к свадьбе, они дарили невесты, вот эти аякчилгау, мужчинам, своим женихам, и как свадебный подарок. Вот эти аякчилгау, они были очень таких художественных форм, с красивой богатой вышивкой, и вместе с другими элементами женского приданного или приданного невесты они дарились на свадьбах. Сапоги, вот, мужские ичиги, они, конечно, отличались тем, что были гораздо более строго так оформлены, в отличие от женских сапог ичигов, которые имели больше разнообразия цветов, и к началу XX века в татарском общенациональном костюме мы имеем практически черные или коричневые ичиги, ищитык мужские, которые иногда могли фрагментарно оформляться. Хотя вот в костюме знати мы знаем, что, в частности, от XVIII века были очень богато убранные ичиги, в которых для декора использовалась не только кожаная мозаика, но и золотое шитье на коже. Вот такие очень красивые ичиги были подарены, например, татарскими купцами российскому императору Александру I, и хранятся в этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Что касается еще декоративного оформления, что о нем можно сказать, татарского общенационального костюма. Вообще вся разница в социальном статусе, как я уже сказала, и разница в сельском и городском костюме, она касается декора этого костюма. Как я уже сказала, основные элементы, основные компоненты костюма были одинаковыми. Причем, как мы уже смотрим с древнетюркской эпохи, то даже одинаковыми и в мужском и женском костюме эти структурные элементы. А все отличие заключалось в декоре. Я сейчас не буду останавливаться на ювелирных украшениях. Это и серьги, это и браслеты, это и персни, и кольца. Это все элементы, которые являются дополнительными в татарском костюме. Они его украшают, расцвечивают этот костюм. Но я остановилась именно на основных таких параметрах татарского костюма, которые формируют его облик. Если говорить о региональных и локальных особенностях татарского костюма, то там очень много могут быть выявлены различия. Но эти различия, как я уже говорила, не касаются основной структуры костюма. Они касаются больше его убранства и, как я уже сказала, различий в головных уборах, и отдельно различий в обуви. Естественно, что для народного костюма... Теперь, когда мы говорим о народном костюме, то мы имеем в основном в виду сельский костюм, потому что именно в сельском костюме больше всего и сохраняются народные черты, присущие татарскому костюму. Мы не можем отнести народный костюм к национальному, потому что национальный костюм, как я уже сказала, формируется в конце 19-го, начало 20-го века со своими определенными чертами. Но когда мы, например, на сцене исполняем танцы какой-то локальной группы или сельские танцы, то, естественно, среди элементов этот костюм могут появиться. И лапти, например, и валенки, это касается сезонной одежды и сезонной обуви, которые также имеют отношение к национальному костюму, но уже в своих особых каких-то формах, связанных с сельской культурой. Это очень важно, что у татар есть общие черты и в национальном, городском, но мы к национальному относим именно городской костюм, но есть общие черты и в сельском костюме. Даже вот если взять такой элемент, как лапти, кажется, что чабота, мы говорим, лапти, чабота, что они как бы одинаковы у всех народов. Нет, вот именно в татарском костюме лапти, чабота, они имели свои особенности. Например, они всегда имели деревянную платформу, они могли быть сделаны в форме кавышей, обуви, башмаков в форме башмаков. Они могли иметь высокую платформу с двух сторон, как в японских, например, женской обуви. Такие образцы у татар тоже есть. Это все элементы народного костюма, которые сохранились у татар также до начала XIX и даже середины XX веков. Ну и опять-таки, если мы возьмем главные уборы, то здесь тоже очень много разнообразных элементов. Это разные платки, покрывало. Это старинные головные, такие длинные платки, которые повязывались вокруг головы. Тастар, например, это и эрпэк, это большое такое покрывало, которое закрывало почти все тело, фигуру женщины, с которой в основном пожилые женщины в эрпэках выходили на улицу. Все это элементы одежды, которые являются частью татарского костюма, но они не являются частью общенационального татарского костюма. Эта эпоха индустриального общества рождает некую стандартизацию, стереотипные черты, общеуниверсальные черты в костюме, которые и составляют облик вот этого татарского общенационального или просто, можем сказать, национального костюма. Вот эта универсализация в обществе, она и привела к тому, что и сформировались вот эти общие единые черты. И все это, конечно, было связано с формированием нового индустриального буржуазного, так скажем, общества. Что касается современности, то, естественно, мы уже отошли от этого индустриального общества. Мы сейчас находимся совершенно в другом, так скажем, информационном обществе. И, естественно, уже нет и производителей старинной одежды, и в селах, и в городе. Все живут уже в традициях европеизированной культуры. У нас есть общеевропейские черты, которые объединяют нас с мировой модой. И, естественно, вот сохранение национального костюма, оно как бы идет уже не от самого производства условий жизни, оно идет именно уже от национального самосознания. То есть именно национальное самосознание позволяет нам сохранять национальные черты в одежде, в костюме. И вот это повышение уровня национального самосознания, оно и вызывает в наши дни возрождение традиций татарского национального костюма. И что мы сохраняем? Естественно, мы сохраняем черты вот этого татарского общенационального костюма. Мы не сохраняем его детали, его особенности, связанные с социальным статусом, связанные с разными такими подходами в одежде, с возрастным статусом. Раньше и в татарском национальном костюме возрастной статус также подчеркивался. В частности, например, в женском костюме костюм девушки и костюм замужней женщины, они отличались также именно в составе украшений, значит, в составе главных уборов и так далее. То сейчас для современного человека важно в национальном костюме сохранить вот эти какие-то некие такие знаковые символические элементы. И вот к этим знаковым символическим элементам мы и относим основную, так скажем, структуру татарского или ядро татарского костюма, вот главные уборы, обувь и украшения. Поэтому мы и сохраняем и калфак, и такья. Я считаю, что такья тоже является частью нашего общенационального костюма женского. И каля-пуши, тюбетейки. Мы сохраняем и камзолы. Камзолы, тем более, имеют такую модернизированную форму. В современном костюме они очень даже, так сказать, являются модным элементом в одежде. Камзолы. Вот. Это и, значит, обувь. В обуви мы тоже. Обувь также является символическим элементом или знаковым элементом татарского костюма. Именно обувь, украшенная кожаной мозаикой. Татарской кожаной мозаикой. И многие виды украшений. Хосите, конечно, сейчас уже, как бы, оно теряет свою функцию. Но, тем не менее, где-то репрезентативно, в репрезентативной одежде, в праздничной, сценической хосите у нас сохраняется. Так же, как и Изю, и Яхачилбера. Вот. И современный национальный костюм, он, конечно, меняется по своему облику. Он становится более обобщенным. Старается сохранять гармонию в нем и по цвету, и по формам, да. И каким-то образом носит новую стилистику. Дело в том, что ведь мода — это очень изменяющийся элемент в развитии общества. И в одежде, и мода, она, как бы, является отражением развития самого человека, его, так скажем, самосознания, его взгляда на мир. В современной моде сохранение национальных элементов, оно постоянно также претерпевает изменения. И каждая эпоха, она привносит некоторые новые элементы в те старые традиционные элементы, которые были в костюме, и меняет их по-своему. Вот. Поэтому национальный костюм, татарский костюм — это живой организм, который меняется по истечении времени. Меняется, как бы, его внешняя такая форма, да, как в атоме, например. У нас есть ядро и есть атомы, да, вокруг этого ядра. Так же и в костюме. Ядро — это то, что идет с древнетюркских времен. И вот эти окружающие его, так скажем, атомы — это то, что меняется во внешней атрибутике костюма. В основном это декор и составные элементы или части одежды, связанные с украшениями, с традиционными украшениями. Поэтому мы не можем относиться к костюмам как в некой застывшей форме. И любой человек индивидуально сможет проявить в оформлении своего костюма. Но он имеется в виду, конечно, и модельеры, и те, кто шьет костюм, и сами заказчики. Они могут менять элементы костюма, но не могут изменять вот это присущее ему ядро. Это ядро национального элемента, это ядро знаковое, символическое ядро татарского костюма. Оно всегда должно сохраняться. Иначе это будет уже не татарский костюм. Спасибо за внимание. Рахмад Ихтыбарагазычин.